Это программа День с толком в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Ложная тревога. Сообщения о терактах в барнаульских школах не подтвердились. Фермеры собирают подписи. Во что выльется запрет на убийство скота в подворьях? Где правда? Родители жалуются на отсутствие детской вакцины от столбняка. Каждую школу барнаула, а также колледжи охраняли сегодня полицейские. Причина сообщения в соцсетях о возможных терактах. У многих еще свежи воспоминания о трагедии в Перми, где стрелок убил шестерых. Среди них были и педагоги, и студенты. А что сегодня произошло в барнаульских школах, узнавала Анастасия Наборщикова. Фото убитого школьника. Оно появилось следом после публикации этого. На снимке мужчина в маске. В его руках увесистая сумка. Если верить фейку, в ней ружье. Его приготовили для учеников 130-й школы. Инфа пришла. 10 стрелков зайдут в рандомную школу. В какую, неизвестно. Подобная утка залетела сегодня в школьный чат родителей. Барнаульска 53-я исключением не стала. Телефон директора буквально засыпала сообщениями от мам, пап и даже учащихся. Сегодня в нашу школу приехали сотрудники полиции. Два человека, которые до определенного времени тоже помогали нам следить. В том числе и за безопасностью всех, кто находится на территории нашей школы. Их прислали как дополнение к обязательному. Сейчас в каждой школе камеры, металлоискатели, тревожная кнопка и охрана. Сегодня для подстраховки во все школы прибыли вооруженные и в полном омбудировании сотрудники полиции. Они просто находились на территории образовательного учреждения для того, чтобы в случае, если все-таки, не дай бог, конечно, данный факт подтвердится, суметь очень быстро оказать сопротивление. В свой пост сотрудники покинули в полдень. К этому времени стало понятно, что информация ложная и детям ничего не угрожает. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Вслед за барнаульскими коллегами автоперевозчики Бийска просят повысить стоимость проезда в автобусах до 27 рублей. Основной причиной предприниматели называют рост цен на солярку. За год топливо подорожало с 43 до 50 рублей. Сейчас перевозчики готовят пакет документов, который должен экономически обосновать расчеты. При этом, если пересмотр цен будет одобрен, стоимость проезда возрастет еще и в трамваях. Кстати, о подорожании проезда в общественном транспорте заговорили и в Рубцовске. Цена за билет в этом городе может повыситься до 23 рублей уже с 1 ноября. А между тем, в Барнауле начали собирать подписи под народной концепцией развития общественного транспорта. Городские активисты предложили свой выход из ситуации, когда одни повышают оплату за проезд, а другие недовольны качеством предоставляемых услуг. В своей концепции общественники предлагают не повышать цены до тех пор, пока не повысится качество транспортных услуг. Кроме того, активисты уверены в том, что в Барнауле необходимо построить новые трамвайные и троллейбусные линии, создать новую автобусную конечную остановку в районе новостроек, продлить время работы общественного транспорта вечером и обновить подвижной состав. При этом общественники понимают, что ни перевозчикам, ни бюджету города такие траты не потянуть. Даже если у нас поднять на 50, на 80, 100 рублей сделать, к сожалению, у нас не улучшится качество автобусов. Перевозчики, видимо, в этом не заинтересованы. То есть они заинтересованы в том, чтобы выжить максимум. Необходимо участие администрации города и администрации края в федеральных программах по обновлению транспорта. Такие программы есть. Другие города почему-то же участвуют, подают заявки, нормально, должным образом их оформляют. Добавим, общественники планируют, что им удастся собрать несколько тысяч подписей под народной концепцией и обратить на нее внимание властей. К другим темам. Фермеры Алтайского края тоже начали собирать подписи от отчаяния. Связано это с запретом на убой скота в подворьях. До 10 ноября у крестьян еще есть возможность продать говядину и свинину на рынке. Что будет потом, никто не знает. Так исчезнет ли домашнее мясо из магазинов и кто заплатит за этот запрет на убой? Думаем, вы уже догадались. Слово Ирине Корчагиной. Ноябрь и декабрь год кормят. Но что будет в этом году, неизвестно. Так здесь говорят про алтайских крестьян. На торговых прилавках этого рынка 70% говядины и 30% свинины фермерского происхождения. И скоро оно исчезнет. Дело в том, что с 1 октября ветеринарная служба региона перестала выдавать сопроводительные документы на домашнее мясо. Другими словами, забитый на подворьях скот нельзя продавать на рынках после 10 ноября. Вчера приезжал мужчина, буквально вчера, с Калманского района. Он в сердцах стоял и говорит, что нам делать. Я обратился в ближайшую бойню, которая находится там за 100 километров. Его там, честно говоря, отфутболили. Как крестьянину выживать вообще? Как? И еще запретили сюда поставку этого мяса. А ведь для сотен людей это основной источник дохода. Дальнейшую жизнь вижу очень плохо. В деревне очень тяжело. Сейчас многие бросят, не будут держать скот и все. Ну и все, значит, и деревня хана будет. Единственный способ продолжать реализовывать мясо – обращаться на бойни. В крае их более 170. И этого очень мало, говорят эксперты. Теперь крестьяне будут вынуждены платить за убой, логистику. И, скорее всего, многие из них просто перестанут разводить скот. Также эксперты говорят, совсем скоро мясо в Алтайском крае подорожает на 15-20%. Хотя, откровенно говоря, многие жители региона его и без этого почти не видят. Убойня – это коммерческий проект. За эту услугу будут брать деньги. Что повлечет за собой удорожание, конечно, конечной продукции. За все заплатит покупатель. Кому выгоден этот закон, ну, я не сторонник теории заговора, но, на мой взгляд, в первую очередь, он выгоден торговым сетям крупным. На наш взгляд, это очередной такой, извините меня за метафору, жирный гвоздь в крышку гроба малого предпринимательства. По поводу этой ситуации накануне уже выразились в региональном отделении ОНФ. Там уверены, прежде чем что-то запрещать, нужно сначала создать условия для убоя животных. Естественно, это скажется в конечном итоге потом и на потребителях. То есть, поскольку, по большому счету, легитимного попадания на реализацию этой продукции фактически нет. Позиция здесь, наверное, следующая, что все-таки должна появиться, наверное, в конце концов федеральная программа. Так, в региональном отделении ОНФ уже отправили обращение в правительство региона с предложением разработать целевую краевую программу либо дорожную карту по строительству пунктов для убоя скота. Для этого в ОНФ предлагают привлекать государственно-частное и муниципально-частное партнерство. Кстати, в соседних Новосибирске и Кемерове уже добились отсрочки запрета на убой скота на неопределенный срок. Может быть, и в Алтайском крае не все еще потеряно. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности. Причиной стали телефонные угрозы, которые поступали в адрес нашей редакции после выхода серии расследования о продаже в Барнауле контрафактных алкоголя и сигарет. Следователям удалось установить личность звонившего. Им оказался 53-летний мужчина. Сейчас сотрудники устанавливают мотивы произошедшего. К теме финансов. Сегодня в Краевом парламенте одобрили законопроект регионального бюджета для первого чтения. Главный финансовый документ представлял губернатор Виктор Томенко. Так, по его словам, бюджет остается социально направленным. Особое внимание уделяется росту мрот и зарплат бюджетников. Глава региона отметил еще один момент. Доход краевого бюджета в следующем году планируется на 8% больше, чем в этом – 131 миллиард. Основной упор авторы документа делают на промпроизводство, сельское хозяйство, оптовую и розничную торговлю. В ближайшие годы ожидают рост кредитования. А в частности, к 2024 году специалисты просчитывают скачок в деятельности Рубцовской обогатительной фабрики и Сибирьполиметаллов. А также туризма, на примере Бирюзовой Катуни. В данном случае за счет частных инвестиций. Но и со своей стороны власти готовы помочь туристической сфере. Планируется увеличение размера курортного сбора с 30 до 50 рублей. Возврат к суммам, которые были в допандемийный период. Представители комитета по финансам парламента задали несколько вопросов. О планах развития дорог, образования, роста зарплат. Затем папку с документом передали главе комитета. Первое чтение проекта состоится на октябрьской сессии. Барнаульцам нужно вновь подготовиться к масштабным коммунальным работам. В четверг, 14 октября, без тепла и горячей воды останутся почти 70 многоэтажных домов, несколько частных, а также две больницы краевой столицы. Ограничения коснутся почти 9 тысяч жителей. По сообщению СГК, отключение произойдет по локальным адресам на улицах Молодежная, Димитрово, Чкалово, Некрасово, проспект Ленина и Комсомольский, дома центральной части Барнаула. Там произошло повреждение сетей из-за коррозии металла. А вот на улице Пролетарской, Радищево и Партизанской без тепла жители останутся по другой причине. К системе будут подключать жильцов нового квартала. Добавим, тепла и горячей воды не будет с 9 до 20 часов. Не можем привить ребенка от коклюша, дифтерии и столбняка. С такими жалобами к нам в редакцию обращаются родители. Нужной вакцины, по их словам, в поликлиниках края нет. А поступивший в регион препарат Пентоксим подходит не для всех детей. Подробности у Анары Шагировой. У жительницы Барнаула Татьяны Клюевой два ребенка. Дочка уже первоклассница, а сыну около двух лет. Поэтому в силу возраста любая игрушка попадает в рот. Вот только от коклюша, дифтерии и столбняка ребенок еще не привит. В поликлиниках, по ее словам, попросту не должной вакцины АКДС. Я вчера была у врача, ну, звонила ей, и не было. В пятницу я лично к ней ходила, узнавала. В четверг моя знакомая ходила к ней, узнавала. Вакцины нет. Ну, вот представьте, мы живем на земле. От столбняка дети не привиты. Были случаи в крае, когда дети умирали от столбняка. В середине сентября из-за вспышки полиомиелита в России Минздрав призывал вакцинировать детей от этого заболевания. Клюевы и с этим справились, а вот вакцину АКДС продолжают ждать. Альтернативой от коклюши дифтерии и столбняка мог бы стать поступивший в край препарат пентоксин. От полиомиелита нас привили. Но теперь встает другой вопрос. Минздрав отчитался, что они прислали вакцину в край, но прислали пентоксин. И как выяснилось, нам такую вакцину нельзя, потому что там как раз в комплексе содержится вакцина от полиомиелита. В Минздраве проблему с вакциной АКДС признали. Мол, был небольшой сбой в поставке, теперь препарат в поликлиниках имеется. Вообще вакцина АКДС у нас сегодня поступила практически в полном объеме. Она поступила немножечко попозже, мы ее ждали в апреле, в мае, она поступила в августе. У нас проблем по национальному календарю профилактических прививок нет. Вакцины поступили все. Тем временем, по словам Татьяны, в поликлинике по месту жительства разводят руками, вакцина КДС нет. Поэтому наша героиня уже решила обратиться в частные центры вакцинации. К слову, там одна прививка обойдется почти в 2500 рублей. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Мультиварка для приготовления кулинарных изысков, велотренажер для точеной фигуры. В женской шипуновской колонии открылся реабилитационный центр для осужденных дам. Там можно привести себя в форму и подготовиться к жизни на воле. Это первый и пока единственный центр в местах лишения свободы Алтайского края. Подробности в репортаже Валентины Аскеровой. Все напоминает дом. Больше комфорта, больше уюта. А в окно выглядываешь, там решетки. В шипуновской колонии отбывают наказание 302 осужденные женщины. 40 из них на хорошем счету. Зарекомендовали себя с положительной стороны и теперь находятся в более комфортных условиях. Именно им фонд помощи заключенным и сделал подарок. Обустроил реабилитационный центр, некий аналог домашнего быта. В распоряжении женщин теперь и комната отдыха, и спортивная зона. Я пенсионер. Все равно на улицу стоят, где у нас не тренажеры, можно сказать, спортивное оборудование такое, где можно заниматься. Ну, здесь вот проще будет как-то минутку уделить, там сколько-то времени, чтобы даже тот же обувь покрутить. Малинбо фигуру свою привести в порядок. Я всю жизнь занималась спортом. Сначала плаванием, потом гимнастикой. Мне нравится заниматься спортом, поэтому мне понравился больше уголок. Мне больше обручи понравились. Обручи, велосипед и степ. Кухонный гарнитур, микроволновка, мультиварка. На покупку бытовой техники и тренажеров фонд помощи заключенным направил 600 тысяч рублей. Делать ремонт, к слову, помогали и сами осужденные. Реабилитационный центр в Шипуновской колонии стал единственным в Алтайском крае. И в 24-м в стране. Открытие подобных учреждений преследует несколько важных задач. Создать другие условия, бытовые условия, улучшенные для подготовки к освобождению. Потому что очень важно женщинам, конечно же, вспоминать свои навыки ведения бытового хозяйства. У некоторых до заключения их и вовсе не было, поэтому здесь у них есть возможность приобрести за полгода до освобождения эти навыки. Условия, приближенные к домашним, помогут осужденным адаптироваться к жизни на свободе, говорят специалисты фонда помощи. На базе центра также будут работать некоммерческие организации, к примеру, центр занятости, который поможет женщинам сразу после освобождения выйти на работу. Валентина Аскерова. День с толком. Питомник отечественных пород голубей в детском экологическом центре Барнаула пополнился новым модулем. Иными словами, жилья для птиц стало больше. В последние годы, чтобы поддержать популяцию редких алтайских пород, его катастрофически не хватало. Слово Анастасии Болотиной. Питомник отечественных пород голубей существует с 2014 года. На момент его появления в нем числились две породы и 25 особей. В свое время его открыли ради сохранения таких редких местных пород, как алтайский шалевый и барнаульский монах. Это был небольшой вольер, который немножко потеснил мини-зоопарк, который здесь есть. Все, что у нас появилось, мы нигде не покупали. С годами места для голубей стало не хватать, поэтому питомник было решено расширить. Сделать это удалось в рамках проекта «Сохраним алтайские породы голубей». Сейчас питомники насчитывают около 7 пород и 100 особей. В новый просторный вольер планируют поместить около 20 пар породистых птиц. Друзья, ура! В числе гостей на открытии присутствовал заслуженный голубевод России Валерий Жуков. В подарок от Жукова питомник получил не одну породистую птицу. В его личной коллекции около 200 голубей и медали международных и всероссийских выставок. По словам Валерия, теперь голубеводов-частников единицы, и у них совсем другие цели. Когда мы в выставках участвовали, возили только лучшую птицу. Если это у меня лучший экземпляр, я его привожу на выставку, естественно, он не продается. А сейчас на выставке везут для чего? Для продажи. Чтобы только продать. Содержать и разводить птиц редких пород, говорит голубевод, стоит больших денег, не говоря уже об участии в выставках. На корм и пенсии не хватает. Единственный выход – обмен с другими заводчиками. Один голубь за два-три мешка хорошего корма. Среди голубеводов в основном пенсионеры, но интересуются разведением и совсем юные любители птиц. Их можно отличить по окраске. У девочек они просто, а у мальчиков у них синяя шея. Я знаю, что есть порода алтайский шалевый и барнаульский манат. Детей, животные и птицы интересовали всегда. В наше время ничего не изменилось. Правда, увидеть породистых голубей и узнать о них больше можно теперь в основном в питомниках и специальных живых уголках. Раньше голубятня была почти в каждом дворе. Сейчас это дорогое удовольствие, которое позволить себе могут немногие. После открытия вольера школьники смогли узнать много нового о голубях. К примеру, о том, что декоративная порода алтайских шалевых появилась в 1920 году и родина вида – столица Алтайского края. Научили школьников и гостей, и как правильно держать птиц. Вот сюда. Ножки. Да, это так, этой рукой покрепче, а этой придерживайте закрыть. Кстати, алтайский шалевый и барнаульский монах, получивший название за свою окраску, похожи на монашеское одеяние, известны среди любителей птиц во всем мире. Так что сохранение и популяризация этих пород важна еще и как продвижение своего рода визитной карточки региона. Анастасия Болодина, Андрей Печеркин. День с толком. Ну и о спортивной теме. Наши команды мастеров сыграли очередные матчи. Футболисты «Динамо» на своем стадионе принимали гостей из Новосибирска, а волейболисты университета дважды играли против Тюмени. И главное противостояние – баскетбольный клуб «Барнаул» против московского ЦСКА-2 в рамках Суперлиги-1. Как завершились поединки, расскажет Дмитрий Дроздов. Сходить на футбол, волейбол или баскетбол – такой сложный выбор был у барнаульских любителей спорта. Но без поддержки никто не остался. Футболисты «Динамо» в субботнем матче принимали Новосибирск. Матч между этими командами носит звание сибирского дерби. Такой встреча и получилась. Гость забили уже на второй минуте, правда спустя пять минут защитник «Динамо» Максим Полковников счет сравнял. В первом тайме зрители увидели еще один забитый мяч. Новосибирск забил и вышел вперед. 2-1. Таким и остался счет до конца матча. В любом случае, в команду нужны какие-то усилия, вливания какие-то. Потому что мне трудно, скажем, в каких-то глобальных предприятиях предъявить ребятам, что сейчас, грубо говоря, где-то виноват я. Но я тут или не я буду, в команду нужно вливания кого-то. То есть держаться очень сложно. Сложно было и волейболистам университетам. В матче чемпионата России выше Лиги А их соперником стала Тюмень. В первой встрече матч завершился победой гостей 3-1. Причем одну из партий университет проиграл сам себе при подачах из 25 ударов, 24 попав в сетку. Но в ответ на матчу барнаульцы сделали работу над ошибками. Как итог, уверенная победа 3-0. Вишенкой на торте стал баскетбольный матч Суперлиги 1 в Барнаул против второго состава московского ЦСКА. И это была настоящая проверка для хозяев. Хоть и матч для барнаульцев начался резво, и подопечные Горева смогли захватить инициативу. ЦСКА поймали свой кураж и переломили ход игры. Такие качели были на протяжении всего поединка, но под оглушительную поддержку болельщиков. Барнаул сломил напор армейцев. Победа Барнаула 85-75. Дмитрий Дроздов. День с толком. Продолжение следует...